всем привет меня зовут роман это канал роман play и игра кар механик симулятор 2018 так прошлом видео мы выполнили 27 сюжетное задание так что будем брать следующие сюжетное задание но перед тем как мы его возьмем я говорю что ну там надо немножечко опытном подфармить я там либо ремонтом машин займусь либо на сон ну еще ремонтами заниматься потому что это нудятина взять заказ там определенные поломки проще было на свалку сгонять купить машин и соответственно что-то отремонтировать своими силами да не покупая запчасти и потом слить так вот у меня было вчера сто семь шесть тысяч пятьсот девяносто пять долларов да я купил в итоге на свалке 6 машин где машины я отремонтировал но больше не сил не хватило соответственно я принципе ну не то что отбил да то что всю сумму там осталось несколько 23 600 это отбить еще но тем не менее место это еще две машины вот она на подъемнички одна которая пойдет потом на продажу да и там по шамане и вот вторая нашел я две машины которые оставлю себе их просто поставлю в гараж на парковку да и они там будут стоять вот сзади стоят вот один такой неплохой в себя состояние покажу да еще более-менее живой это у нас лотус из esprit s1 такой конечно не стоит уже на парковке да только желтого цвета но не за пускай будет второй если то не будет хватать места либо там надо если там ну я захочу что-то там не какой-нибудь там из них продал принципе двигатели одинаковые да как будто виншет цвета и вот откопал такой mercedes mercedes у меня один уже стоит но он менее мощный там другая немножко модель это в w126 место есть в гараже w124 500 е 326 лошадиных сил в нем в этом 389 лошадиных сил здесь мотор уже мощнее я не помню сколько там двигатель в 8 ну тоже там в 8 из 300 чем-то лошадиных сил как бы я вот этот еще себе решил прикупить конечно купила дороже за 9000 там чем-то да ну стоимость автомобиля 7 146 ну ладно в принципе я так думаю потом может будет такой неплохой мы установим пока стакими на парковке осталось два свободных места у тебя тоже поставлю вот эту машину вот это и мне парковка будет забита сейчас дорог можно посмотреть вот это место есть парковочный уровень 1 стоит 50 тысяч долларов да ну как бы честно сказать дороговать а я вспомнил что у нас вот если прокачать 35 левел будет вот парковка уровне можно покупать на 50 процентов дешевле так не знаю сколько там уровне парковки можно купить вообще бесконечными ну не знаю я не покупал как бы так что могу сказать точно потом в процессе игре мы это увидим ладненько давайте тогда ну что ну такой конечно немножко бардак только на очереди ремонт машин уметь делать некуда я не вижу сейчас смысл покупать за 50 косарей парковочный уровень да если можно еще немножечко подождать тут принципе вот осталось то вот мне немножечко ну тысячу там где-то сто опыта прокачать будет и 4 его потом там 35 не за горами так что принципе это довольно-таки быстро купим уровень и будем еще тачки туда более так а сейчас пока мы отправляем на парковку лотос и мерседес мы этим будем заниматься потом позже так а эти пускай на подъемнички подъемник один свободный так что можно будет ковыряться а мы сейчас берем сюжетное следующее задание 20 почему для получается так болт какой-то атланта ну не какой-то на именно сюжет такого линия именно который в игре прописан так я только что вернулся из длительного путешествия но ты не знаю я видос записываю то пожарная то скоро эту обошлось без сюрпризов то пожалуйста проверь исправность автомобиля давайте проверим исправность автомобиля ну в принципе чум кузова нормально колеса и тюня на двух сутки в тюрьме кузове трех поставивающей машины в салют полу 10 футбол режим зоуму был посты не замечал очень можно прикольную путь во всех минутах в республике камеры ну а потом там глубину резкости ну так сколько так ладно давайте смотреть что у него с машинами с радиатор там что-то у него да что ох ты сколько деталей сколько тут всего на чувство подвески танчу масло давайте посмотрим состояние детали так кузова рама это все в приличном состоянии ну да машина до чего старой что даже не я подключить специальный прибор как бы нам не пришлось в двигатель есть металл тык искать о ну вот я про что и сказал поршень шатуном так поленвал да тут все короче плачевно вот я про что и говорил пожалуйста так ладно сейчас поверим канал натопленную систему проверим полностью карбюратор топливный насос топливный фильтр короче так я так думаю у нас подвеска на что-то там может не ален ну давайте по электрике посмотрим что у нас тут может что-то еще там найдется да вот стартер аккумулятор но вообще такой фарш так ну и резину не знаю наверное они были раз фигачил так я так понимаю двигатель не заводится ну что-то погнали на свободный подъемник чувствую с тобой мы будем ковыряться довольно таки долго так двигатель не доводится что там у нас у нас со стартером проблемы аккумулятор дохлый насос ну блин покрышка у меня вот такое ощущение может что-то с подвеской давайте посмотрим поднимем еще выше глянем что-то у нас подвесочкой 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 ну так-то там моряки уже здесь так ладно хорошо так где у нас стартер снимается до самого заменим мне просто интересно в подвеску общем там судя по морякам придется вот сейчас я скручу весь двигатель и потом мне опять его собирать разбирать подвеску не хочется пусть и сам так что-то насос еще не хотим сейчас я реанимирую чтобы она заводилась мне принципе это больше ничего не надо так так что там еще у нас прохалилила аккумулятор сейчас на зарядочку быстренько поставим так что там еще у нас насос аккумулятор так ладно картуратор недалеко листик может ремонтировать что-то так все скинули надеюсь вот этого достаточно будет чтобы нам хотя бы завести машину так ставку чтобы ремонтировали нифига себе мы какие молодцы нам что осталось купить топливный фильтр и карбюратор так так топливный фильтр так и карбюратор на так все купили мы так сейчас это все поставим быстренько так попробуем мы его загнать машину на стенд проверить так ладно пока все это старое поставим барахло что будет так что фильтр топливный блин это как до него добраться то камера наверное так она повернется что вообще неудобно так и сейчас мы поставим еще стартер мне просто интересно что у нас подвеска если как бы аморики убитые он уже салу показывает что они красные там может быть что-то еще в подвеске так ну что а насос как мы поедем без насоса так все готово давайте ка правдоподобности так что у нас продать 3 баксы все а за карбютер 10 долларов офигеть так давайте смотрим двигатель что не что может быть причина воздушный воздушный такой что ли какой фильтр то я даже что то и не посмотрел круглый один карбюратор я купил какой-нибудь набор который более похож так хорошо вот мы сейчас поставили вот это что там еще может быть что помешает приводной ремень не знаю так ну давайте посмотрим что там у нас приводной ремень где он там давайте попробуем ну не знаю у меня так еще ну возьмем как бы а что на ней решили чтобы не снять ага ладно ничего комитет мы можем отремонтировать даже можем его отремонтировать так хорошо так приводной ремень до какой он там попробуем поменять если нет то значит облом так вот ну не знаю может конечно из-за этого радиатор но мяч вот такое ощущение что мы сейчас на никого не поедем поршень коленвал может быть за это еще придется она разбирать и все 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 на свете так ладно все последняя попытка а даже радиатор мы не можем отремонтировать так радиатор си да я так понимаю он мертвый так что он должен быть там появился радиатор си короче сейчас закупим так сейчас чувствую не чувствуемся потому что куда мы чувствуем до двигатель по-прежнему заводится ну что делать разбираем все это мы все продадим так ну что погнали короче пытаясь мы быстренько проверить подвеску да вот сейчас процессе сейчас разборки мы поймем что там не алло времени потеряли вот эти бессмысленные действия помочь двигателю завестись ну так ничего и не вышло почему не успела обновиться что можно снять запчасть так дальше нам будет на одессе разбирать так мы снимаем ну тут много я так думаю в подвеску не надо лезть идет только на роду там ореха там поменять что то я посмотрю посмотрим что пока нам сейчас это не надо убрали так я чувствую нас у нас мертвый он не что вижу рейка там наконечник рулевой ну тут да по подвеске нечего принять сейчас мы это в процессе все поймем так вот снимаем так если там что-то свечи я даже палец махнул так опаньки опаньки вот коромыслия пород вроде отремонтировать так если клапана такие не люблю эти моторы они вредные так много мелочи которые надо запоминать я раньше допустим вот но рисовал схемы да у двигателя с левой справа стороны ну каббат который запчасти на год только поменять я вот записывал где надо было поменять не знаю сейчас денег в принципе много как это уже там вообще там навалом да ну не бедствую машину я покупаю на свалке можно восстанавливать отдавать так поршня подзамену значит все идет саужу я даже не буду париться это так что у нас тут вот так вот да что такое так ну явно мы что-то сейчас на верстаке монтируем нет просто интересности говоря вот я хочу быстрее прокачать леву так что можно полностью кузов я так понимаю ремонтировать соответственно крылья капоты я вот так понимаю будет тогда прикольно так ну можно конечно запомнить что вот допустим нам надо было поменять вот эти коромысла там вот с той стороны да получается ближе к лобовому стеклу здесь ближе к взяту а и последним посмотри еще да и вот этот толкатель там тоже они черные были коробка тоже какая-то не айс так так ну что сверху мы все скинули аккумулятор но не мешает так если мы сольем масло здесь хоть масло нормально так а подвеску то пока кстати я по сути не надо разбирать вот это же заднеприводная машина в принципе нам только вал скинуть и все что это беспокоилось блин это же заднеприводная ну а потом по подвеске там смотрим что нам надо будет в принципе можно сейчас двигатель сделать полностью кармеханик не знаю ну просто ремонт машин да если любое задание взять там сюжетное оно очень долгое получается соответственно так сейчас я сам скину не давайте-ка вал ну и маленькие видосики ну не получается ну пусть вместе какие-то можно там разделить на несколько частей бывает некоторые нет смысла так стартер а мы его восстановили точно мы его не покупали но он так в принципе то я смотрю там подвеска то тоже я смотрю вот эти кулакова и тоже там не очень то что с одной что с другой стороны так здесь мы все скинули так все соединили ну что надо поршня вытаскивать может так коленбал вытащить будет не знаю еще что там я не открутил что-то я сейчас подумал куда-сюда один поршень забыл где он был ну попал попал так все соединили сейчас вот этот распредвал вытащим не знаю голову будем шлифовать чинить так сказать ну конечно сделать доброе дело как бы не сломать только вот в чем дело потом попадем да на бошку да ну не бошку то так все мы сняли так пойдем посмотрим что мы можем вообще отремонтировать что-то там мы еще у ука кушали так смотрим по списку что у нас тут обновилась на этой детали не найдено это все с подвесочки очень умрешь так погнали то что мы не смогли отремонтировать так сказать что у нас тут не алло так список у нас пустой ну погнали я так думал может быть тогда на две части распределить пусть это все по сравнению пока с движком с ним ковыряемся с подвеской да подвеску давайте уже на вторую часть оставим потому что это слишком уж длинные видосы получается так приводной ремень а ему нужен да потом шкив водяного насоса водяной сам насос шкив коленвала так крышка грм цепь 6 насос мы сломали он так же качи богу просто мы не смогли отремонтировать так свечи смотрим качестве еще 8 штук ему купим ну так это мы вот коромысла так получается значит что да надо качать 4 коромысла купить попробуем так поменять ему и вот эти толкатель клапаном тоже 4 штучки так потом что это все нормально нормально так свечи мы уже отметили что сколько тут кромысл полить 1 2 3 4 5 а точно надо тогда еще один толкатель еще одно коромыслы так точно там же еще было капот еще одна точно 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 так 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 что ему еще так это мы все отметили так масляный фильтр ему еще нужен и так крышка шатуна штуна штуна 1 2 3 4 5 5 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 так 1 крышка штуна ему еще так с этими крышка подшипник так это все нормальные так что у него еще сломалась так подшипник нажимой диск этому отремонтирую так маховик так поршня я не помню снимали короче просто 8 поршней а колечки надо ну про кольца он тут вообще ничего не третий не буду так так вроде все да смотрим так погнали магазин быстренько сейчас все это покупаем собираем так приводной ремень а так на ремень а в 8 так есть купили все шкив водяного насоса на так шкив водяного насоса а в 8 так вот походе вот этот нет вот он оказался это так купили смотрим дальше так 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 шкив шкив а водяного насоса я купил а почему я не купил не знаю пропустим так значит водяной насос 8 и так вот так есть так крышка грм вот она так все есть так цепь грм а вот она так все есть так цепь грм так цепь грм в 8 тоже вот она так есть так шестая не распределила так шестая не распределила тоже в 8 и у айч и так вот ну так насос гидроусилителя насос гидроусилителя в 8 но и где-то заражен вот и потом коромысла коромысла клапана пять штук на 4 5 есть толкатель клапана так тоже пять штучек есть масляный так масляный фильтр в 8 о и че так все так крышка шатуна еще надо так крышка шатуна так что нам нужно подшипник так вот он подшипник нашли так нажимной диск сцепления идем так есть маховик так поршень шатуном поршень шатуном просто на 8 так а вот еще колечки по 20 баксов не так вроде все купили начинаем сборочку так вообще блок цилиндров мы восстановили так что еще отлично так погнали сейчас коленвал запихаем так что тут еще можно запихать остальное сейчас сейчас быстренько поршневую вставим ну конечно взяли бы колечки поменять чтобы двигатель постройство не разбирать но он не просил проявлять инициативу так смотрим че там у нас в смысле что то я не понял а двигатель светло что ли поршень все лишь надо было два поменять ну ладно я его поменял все и так вот смотрите какой сделал доброе дело так вот он просил два ну это он его восстановил как новенькое теперь здесь так погнали здесь значит надо новый ставить да здесь тоже надо новый так потом вот здесь надо два новых не понял а вот промахнулся так теперь вот тут поставим блок цилиндров блок цилиндров и тоже нам да да с этой стороны была еще так удачно бывает в середине там еще бывает разновой где-то еще писал помню так смотрим что у нас так так толкатель клапана так один два три четыре пять все есть так а так коромысла отлично 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 просто супер так это быстренько вот это мы сейчас все собираем то что мы вначале видосов пока там я рассказывал то что сделано было да за кадром и машины там я купил там немного конечно по времени но все равно тем не менее какой там промежуток времени видео заняло непрохождение сюжетные задания но придется данной части скеппу что есть подвеской ковыряться это на очень долго застрянешь так вот видите крышку ему тоже все отремонтировал очистил все как маленький двигатель так свечи все новые там надо было всего лишь одну сучку поменять вроде бы выпускной коллектор ему блин тоже очистил так здесь с этой стороны мы все сделали вот ну что закиппитく так сразу же может насос поставить так вот это сейчас при мал вдохновить и так здесь цепляем сюда так маршручку так ладно пока здесь подождем что мне вот эти поляна толкатель надо ставить не очень удобно отлично так вот вставлять так еще надо попробовать покрышки до 4 диски вроде диски там под шамане просто мне один подписчик сказал что можно касса ремонтировать теперь эти вот такой перекодобки продажа машины там дороже можно же день до и соответственно на свои диски можно и шанс отремонтировать так что большую спасибо я даже такой вообще не знал так здесь мы все что менять бегунок мы даже отремонтировались ядра шпильки хомуты ему тоже под шаманю так здесь мы все сделали так в составе на место принципе можно будет на диагностику загнать сейчас все двигательно будет заводиться до какого уже следующей серии потому что мы сейчас только двигатели сделать так что он так водяной насосы поставят так о шкиф водяного насоса то я не купил почему я не куплю не знаю может я не то купил может я как бы есть но я не купил не то у меня куплен шкиф водяного насоса шкив коленвала я конечно не то купил короче я шкиф коленвала вообще не купил потому что я поставил на шкив коленвала то что вот надо будет это купить да а водяной насоса вообще не купил я просто посмотрел на шкиф да потом вас немножко и начал искать в 8 шкиф водяного насоса вот это было купить шкиф коленвала шкиф коленвала так шкив коленвала в 8 у ищет а вот вот этот ну бывает не у всех отходит вот теперь шкив коленвала мы купили вот водяного насоса все ставим так соответственно ремешки теперь сюда сюда здесь почему нет сюда а почему а почему а почему а почему а почему а почему это ремень о приводной ремень а почему а я не собрал ноги остается что-то не то где то теперь мы ставим вентилятор радиатора вот сам те радиатор так ну что не все мы забавили вот еще мы забыли выпускной коллектор с этой стороны привинтить еще надо а понтон еще надо ставить свечи надо что включить а провода надо ему было так все вроде мы собрали да коробка старт так надо хотя задние подвески так ну ладно это мы потом протестим сейчас соберем ну до конца уж как надо собрать него так где там подрамник мешает так здесь тут все вроде бы да там все так 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 тут мы собрали так где еще вот так все пошли последние штрихи остались все ставим крышку на место поддончик так составим на коробку барахло какие было ну скорее ну не что совсем убитая но не очень стояне вообще все как двигатель коробка просто все собрали ему масло и вот это запчасти не знаю ты жалко и продавать давайте на склад напихаем она и потом сделав так смотрим что у нас тут насоса радиатор аккумулятор коленвала детали не найдены тут я понимаю все в подвеске крышка грм поморик покрышка на это все потом так в принципе то что по двигателю мы все сделали масло заменили так теперь оставлю так понимаю подвеска и покрышки да но это следующей серии мы закончим так как вообще это двигатель надолго вышло все это пока мы все это искали пока мы что-то ремонтировали тем более что вступление ладно мы это закончим следующей серии так что на этом до сих заканчивать итак мы провели довольно таки хороший ремонт стоит все новое что-то куплен что восстановлен как-то так любом случае спасибо за просмотр ставим лайки оставляем комментарии обязательно подписывайтесь на канал не болейте будьте здоровыми и счастливыми все всем пока пока